Начались торжественные акции еще накануне. На экранах на площади Славы и около Дворца Спорта запустили демонстрацию фотографий, которые рассказывают о впечатляющих результатах, достигнутых после возвращения Крымского полуострова в состав России. Перед Дворцом Спорта прошел и флешмоб. Студенты построили букву «З» из георгиевской ленты. Здесь мы учили, что нужно дружить, поддерживать друг друга в трудных ситуациях. Поэтому мы здесь именно собрались сегодня для того, чтобы быть вместе и поддержать. В это время с площади Куйбышева к отправке готовился гуманитарный груз. Жители Донбасса получат продукты питания, произведенные в Самарской области, а также стройматериалы и предметы первой необходимости. Так, в фурах, среди прочего, есть мука, которую мололи на региональном заводе. Ну, своих нельзя бросать. Все, приняли решение, значит, надо отправить. Как там они живут, мы же не знаем. Все на словах. А тем не менее, это все им поможет. Как-никак все тепло будет. Доставлять груз будут опытные водители. Евгений Бородин за рулем большегрузов уже 10 лет. Объездил всю Россию, кроме Дальнего Востока. Признается, что нравится изучать страну по разной области. Когда предложили ехать на Донбасс, долго не сомневался. Руководство предложило, я не отказался. Почему бы не помочь людям? Тем более, гуманитарная помощь. Жителям Донбасса, тем более, несложная ситуация. Как не помочь за радость? Доброго пути водителям пожелал губернатор Дмитрий Азаров. Хочу всех поблагодарить. И, конечно, отдельно тех, кто принял участие в сборе, пожертвовал средства. И тот, кто все это организовал. Эта помощь, конечно, сейчас всем очень важна. Программа праздничного дня завершилась большим концертом во Дворце спорта. Зрители увидели прямое включение из Москвы, где на стадионе Лужники выступал президент России Владимир Путин. Во Дворце самарцев поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Он вышел на сцену вместе с вынужденными переселенцами из Донбасса. Сегодня мы гордимся мужеством наших парней, защитников Донбасса и Луганской народной республики. Я благодарю всех жителей Самарской области, которые откликнулись, которые собирают и отправляют эту помощь в Донецк и Луганск. В большом праздничном концерте, посвященном восьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, приняли участие самарские коллективы и приглашенные эстрадные артисты России. Андрей Грагуленко, Николай Епифанов. События.